Всем доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь-24. Этот день вместе с вами начинаю я, Антон Скаль, и сразу к выпуску. Сегодня губернатор края Виктор Томенко вручает жителям региона государственные и региональные награды. Церемония пройдет в Большом зале правительства Алтайского края. В списке награжденных 40 жителей, в их числе работники культуры, педагоги, медицинские работники, аграрии, производственники и другие. Телеканал Катунь-24 будет вести прямую трансляцию мероприятия начала в 11.00. А сейчас к другим темам. 68 детей-сирот в городе Бийске получили современные квартиры в новых домах с благоустроенной придомовой территорией. В прошлом году на обеспечение жильем этой категории лиц было выделено более 480 миллионов рублей. А в этом году еще больше. Всем ли довольны новые жильцы, выясняла наша съемочная группа. Квартиры в этом новом доме на улице Социалистическая, 26, Кристина Криштекайте добивалась 6 лет. За это время уже успела взавестись с семьей, появился ребенок. Сначала, как и большинство, женщина просто стояла в очереди и ждала. Будучи 4712-й, поняла, что очередь не движется. Обратилась в суд. Теперь у семьи Криштекайте просторная по современным меркам евродвушка. Своё жилье на своё жилье, я даже не знаю как, но я была очень рада, что получила. Потому что жили с родителями, охота своё жилье. И вот когда оно попали, мы рады были очень. Жильё для категории детей-сирот сдаётся с минимальной финишной отделкой и уже установленными санитарно-техническими приборами. Просто завози мебель, въезжай и живи. Сами новосёлы работы строителей довольны. Примерно так выглядит санузел в современных домах, которые сдаются сейчас. Стояки мы видим металлические. Есть полотенцесушитель. Канализация у нас из ПВХ. И из полипропилена у нас основные отводы. Счётчики уже установлены. Всё работает. У Надежды Кузнецовой похожая история. Получила квартиру в этом же доме. На очереди стояло пять лет, за которые сама очередь продвинулась только на пять человек. В итоге ей тоже пришлось обращаться в суд. Позвонили из регионального жилищного управления и оповестили меня о том, что 29-го нужно приехать и заключить договор социального найма. По сути, у детей-сирот и оставшихся без попечения родителей сегодня две очереди на получение жилья. Общая, которая практически не двигается, и отдельная судебная, поскольку судебные решения выполняются прежде всего. Но уже в ближайшее время ситуация может кардинально измениться. Со слов Оксаны Вишнёвой, начальника отдела учёта и предоставления жилых помещений регионального жилуправления, с 2018 года лимиты на обеспечение жильём детей-сирот увеличились в два раза, в том числе за счёт краевого бюджета, и будут расти дальше. Так, в 2019 году из краевого и федерального бюджетов на эти цели выделено почти полмиллиарда рублей. Уже мы приобрели 101 квартиру. Это одна квартира в городе Барнауле. 64 квартиры в городе Бийске и 36 квартир в городе Новоалтайске. Практически все уже квартиры предоставлены гражданам данной категории по договорам специализированного найма. Финансирование, во-первых, увеличивается с каждым годом. И вот в течение этого года планируется ещё приобретать квартиры. Если объёмы приобретения квартир для детей-сирот будут продолжать расти, как последние два года, то в скором будущем у этой категории граждан просто отпадёт необходимость обращения в суд за предоставлением жилья. Константин Ганов, Сергей Балоев. Новости. Коллективы Государственной филармонии Алтайского края примут участие в традиционном литературном фестивале Роберта Рождественского. Сегодня перед Алтайским краевым театром драмы пройдёт музыкальный праздник. Один из основных участников – симфонический оркестр филармонии дирижёр Дмитрий Лузин. В его сопровождении выступят столичные гости. Заслуженные артисты России Евгений Дятлов, Алёна Сверидова, а также вокальный ансамбль Павла Шаромова из Новосибирской областной филармонии. Все они – большие почитатели творчества Роберта Рождественского. В их репертуаре немало песен, написанных на его стихи. Многие из них прозвучат сегодня под открытым небом. Также в концертной программе вокалисты и музыканты исполнят произведения композиторов, работавших в соавторстве с Робертом Рождественским. Начало концерта в 18.30 по адресу улицы Молодёжная, 15, а завершится фестиваль 22 июня в Косихе большим праздником с выставками, экскурсиями и народными гуляниями. Там также выступят Евгений Дятлов, Алёна Сверидова и ансамбль Павла Шаромова. Командная работа. В эту субботу в 12 часов дня на Барнаульском ипподроме пройдут соревнования по байкджорингу. Байкджоринг – это новый вид спорта для жителей краевой столицы. Его суть – езда на велосипеде, к которому пристёгнута собака. Инициатором таких соревнований в городе выступил приют для животных ласк. Кстати, при нём же действует кинологический кружок. Там они тщательно готовят своих спортсменов, выезжают в поля вместе с собаками из приюта и тренируются. Эти соревнования любительские, каждый может принять в них участие, а для победы нужно проехать один круг по ипподрому быстрее всех. Организаторы обещают, приятный приезж ждёт каждого участника, независимо от занятого места. На этом у меня пока всё. Я передаю слово в студию «Утреннего канала» моей коллеге Елене Хорошавцевой. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова